Всем привет! Сегодня это слова из Евангелия от Матфея, с 27 главы. Мы с вами прочитаем с 11, нет, с 12 по 14 стих, и потом он передал вам слова от Бога, в точности так, как оно было дано, прочитав его. Итак, 12 стих. Здесь говорится о том, как Иисус, он был перед Пилатом, и когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, не слышишь, сколько свидетельствует против тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. То есть Иисус ничего не отвечал Пилату для своего оправдания. Почему? Потому что он знал, что Пилат в его деле фактически ничего не решает, так как все было уже предопределено о нем Богом. Мы также не видим в Писании и того, чтобы Иисус говорил что-то за или против Кесаря, таким образом принимая чью-то политическую сторону. Даже более того, иудеи и думали, что Мессия придет для того, чтобы избавить их от римлян, то есть как бы сбросить, чтобы избавить Израиль от иго-римлян. То есть их восприятие Мессия было не духовным, но как бы более политическим. Но Христос пришел с совершенно другой Мессией. Итак, почему же мы не видим, чтобы Иисус давал оценку действиям политических лидеров? Даже когда его искушали этим фарисеем, спросив, позволительно ли давать подать Кесарю, Иисус не ответил им как политолог, оппозиционер или как тот, кто поддерживает власть. Почему же? Потому что его цель находилась не в руках политических лидеров, но в Божьих. Потому что Иисус никогда не ставил себя, свое положение, успех и так дальше в руки какого-либо человека. Потому что ему не нужно было переживать или говорить о них. Когда мы точно так же поймем ту истину, что никто, никакой человек или даже без воду не может остановить нас, если мы с Богом, если с нами Бог, тогда нас особо тоже не будут волновать, как сами люди, так и их поведение. Мы будем понимать, что наше брание против плоти и крови, как говорит Павел в Паса Ефесянам. В 6 главе. Иисус действовал в совершенной зависимости от Отца. Он действовал в Царстве Божьем, а не в Царстве Иудейском. Поэтому в Евангелиях мы не видим, чтобы Иисус озаботил экономическое состояние Иудеи или даже Римской империи. Все дело в том, куда, на что и на кого мы смотрим, кому позволяем определять уровень и качество нашей жизни, человеку, политике и экономике или Богу. Все дело в том, в чьи руки мы отдаем свою жизнь. И Бог слишком большой, важный и могущественный, чтобы Ему принимать чью-то сторону. Так как Он имеет над всем верх. Потому все в дело в том, кто на Его стороне, а кто не на Его стороне. Так что участь всех и каждого будет зависеть именно от того, в каком положении пред Богом находится тот или иной человек. И когда мы начинаем видеть это, когда мы начинаем оценивать все с такой точки зрения верховенства Бога и Его Царства, тогда Бог имеет возможность нас использовать, чтобы Ему действовать. Тогда мы имеем способность своей верой и духовной властью устанавливать порядок Царства Божьего, посылая в молитве ангела выполнять в этом свою работу. Тогда вместо страха наша вера активна в отношении Бога и Его Слова. Так что Он отвечает на наши молитвы, вмешиваясь в ход событий и определяя их исходы, конечный результат. Всем нужно, наконец, перестать недооценивать Бога. Потому что Он Бог и Судья. Одного унижает, другого возносит. Как написано в Псалме 74, 7-8 стих. Он лишает перевязателей и поясом обвязывая чресла их. Князей лишает достоинства. Покрывая стыдом знаменитых и силы могущих, ослабевая, как говорит нам книга Иова в 12 главе 18-21 стих. Господь Славов, имя Его, как сказано в Писании. И это имя в нас. И оно живо и действенно для действия через нас. Аллилуйя, слава Богу. Поэтому вот как мы должны смотреть на все. Мы должны смотреть на Бога и видеть Его верхоместа во всем. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог. Ты Бог всемогущего. Имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя за то, что Ты им открываешь и показываешь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами и в нас. И молимся, чтобы Ты творил Твою волю на земле, как на небе. В это время, так как Ты хочешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.